Хронически убыточный европейский авиаперевозчик пытается обрести второе дыхание за счет лоукостера. Новый план франко-голландского Air France KLM предполагает развитие малобюджетного филиала Transavia. Авиапарк существующих французского и голландского отделений Transavia планируется расширить. Со следующего года открываются маршруты в Португалию и Германию. Air France KLM не может выбраться из убытков. В прошлом квартале он потерял еще 120 миллионов евро. При этом в прошлом году Air France попытался запустить бюджетную компанию для обслуживания национальных рейсов HOP, но лоукостера из него не вышло. Да и Transavia не попадает даже в первую пятерку лидеров европейского рынка малобюджетного авиасообщения. Так, ирландский Ryanair перевозит в год больше 80 миллионов пассажиров, британский EasyJet почти 62 миллиона, что в 10 раз больше, чем у Transavia. Проблема в том, что Transavia далеко не самый дешевый оператор. Его билеты в среднем на 20% дороже, чем у EasyJet. Но с Air France разница еще более ощутимая. Правда, привычный для пассажиров комфорт в полете дорого обходится авиакомпанией. По оценкам Air France KLM, расход на одного пассажира на километр у Air France составляет 12 евроцентов против 5,5 евроцентов у Transavia. Одна из проблем – зарплаты пилотов. Те, кто работают на Air France, получают на 70% больше. Неудивительно, что план реформ пилоты Air France встретили в штыки. Предстоят трудные переговоры с французскими профсоюзами.